Я должен быть честен с вами. Однослойная дифракция довольно запутанна. Когда я впервые услышал об однослойной дифракции, я думал, что это просто математический каламбур. Я думал, о чем тут говорить, это не имеет никакого смысла. Вы также могли бы сказать нечто подобное, но давайте не будем спешить с выводами. И я попытаюсь многое разъяснить в этом видео. В частности, я попытаюсь показать вам, что тот же аргумент, который мы сделали для деструктивных точек, не будет работать для конструктивных точек. Другими словами, это полуволновое соотношение. И я думаю, что это вам немного поможет. Если дать конструктивные точки не точно, это будет примерно так, но это не сработает. Почему? Хорошо, давайте посмотрим сюда. Мы собирались попытаться получить формулу для конструктивных точек. Каждая точка здесь разделяется, когда попадает в дыру. Будет бесконечно много источников, но я не могу рисовать бесконечно много, так что давайте рассмотрим только восемь. Один, два, три, четыре, восемь. Я получаю свой интерференционный рисунок на стене. Это графическое представление. Они действительно похожи на смазанные линии, но графическое представление выглядит примерно так. У вас будет большое яркое пятно посередине. Эти пункты на конце, вы сможете их получать, но я не могу продолжать их рисовать. Я бы выбрал конструктивный момент, прямо здесь, это яркое пятно. Так вот, если бы я должен был решить, какой момент будет полностью конструктивным для всех волн, я бы сказал, что это этот момент. Поэтому я взял свою самую верхнюю волну и сказал, что она путешествует на определенном расстоянии от этого места. Я бы взял мою волну посередине, путешествуя на определенном расстоянии, чтобы добраться сюда, и предположил, что моя линия находится прямо здесь, и попытался бы выяснить разницу в длине пути. Запомните, это разность длин пути. Что должно быть для того, чтобы эти две пурпурные волны смешивались здесь конструктивно? Это должна быть целая длина волны. Итак, одна длина волны, две длины волны. Это первая из центра. Мы просто скажем, что это одна длина волны. Помните, что отношение разности длин пути и θ, угол, на котором он находится, было просто d sin θ. Вся ширина отверстия — это w. Что это за ширина? Это ширина между источником света и этим источником. Она может быть w и более. d является w более чем в два раза sin θ и будет равен для первого пункта лямбда. Итак, давайте просто предположим, что эти два конструктивно вмешиваются в этом моменте. И это дало бы мне w на sin θ равно 2 лямбда. Это конструктивная точка. Теперь главное не запутаться. w sin θ равна 2 лямбда. Конструктивно? Мы уже доказали, что это деструктивная точка. Помните, что наши отношения для разрушительных точек, которые мы получили, были w sin θ равно m лямбда, пока m не равно 0, но 1, 2, 3, 4, 5. Они дают деструктивный для любого m равный 1, 2. Он может быть даже отрицательным, если вы хотите рассмотреть здесь. Любое целое число. Мы довольно просто доказали, что они конструктивны. Как они конструктивны? Точно? Но смотрите, что происходит вот здесь. Поэтому если я последую этому аргументу, то мне это не удастся. Наш предыдущий аргумент в порядке. Аргумент, который терпит неудачу, является конструктивным, потому что эти два конструктивны там, но смотрите, эта точка здесь. Теперь я просто помню игру, в которую мы играли. Мы сказали, что если эти два являются конструктивными, то и все остальные должны быть конструктивными. Это так? Давайте спустимся вниз. Я думаю, эти две волны попадают сюда. Это выглядит хорошо, пока не находятся под одним углом, и у них одинаковое расстояние. Я имею в виду, что эта длина здесь w более 2. Таким образом, я все еще получаю w более 2 sin того же угла, потому что это та же самая точка на стене. Так что если w над двумя одинаковыми, а sin t это то же самое, то это также должно быть разницей длины пути лямбда, что означает, что эти две синие волны мешают конструктивно. Это выглядит неплохо. Что плохо? И я объясню почему. Является ли m равной 2 в конструктивной точке или деструктивной точке в этом конце? Это разрушительная точка. Этот аргумент терпит неудачу, потому что... Наблюдайте за этим. Хотя эти два пурпурных смешиваются, здесь получается конструктивно. Вот волновой цикл. Несмотря на то, что два фиолетовых встречаются конструктивно, это означает, что один посередине, а другой был на пике. Таким образом, эти два конструктивно смешиваются. Как насчет следующих двух? Ну, эти двое точно будут смешиваться. Теперь эти двое в этой точке. Они оба конструктивны, но они не обязательно совпадают с двумя фиолетовыми. А как насчет оранжевых? Оранжевые могут быть конструктивными, потому что они оба находятся в одной и той же точке фазы, но не в той же точке, что и все остальные. Как насчет этих вот здесь? Эти два вместе также конструктивны. Но вы видите проблему? Несмотря на то, что эти два конструктивны, это неконструктивно с этой линией, и все это складывается. Фактически, по большей части они отменяются. Вот почему они так малы. Вы получаете эти слабые волны по бокам единственной щели, потому что вы не получите точек, где все они складываются. Вы получаете точки, где многие из них отменяются, но не полностью. Вот где я солгал о дифракционной решетке. Позвольте мне избавиться от этого. Для дифракционной решетки у нас была одна линия, и мы сделали тонну дыр в ней. Я сказал, что дифракционные решетки великолепны, потому что если вы перейдете сюда и сделаете тонны дыр, то вместо того, чтобы получить размытую картину на стене, вы получите большое яркое пятно прямо посередине, а затем очень резкий ноль. И весь аргумент, который я сделал для дифракционных градаций, состоял в том, что причина в нуле между ними, причина, по которой они дают нуль всюду, кроме этих конструктивных точек, была именно из-за этого эффекта здесь. Этот эффект, в котором они по большей части отменяются. Таким образом, эти колебания находятся в шаблоне оценки дефляции. Они такие маленькие и неподдельные по сравнению с этими, поэтому вы их не просто замечаете. Я хочу сказать, что если бы я хотел сделать это более реалистично, я бы имел это яркое пятно прямо здесь, но у меня было бы это с вариациями и небольшими точками, где вот это становилось бы немного больше, немного меньше, конструктивным или разрушительным. Что у нас есть для одной щели? Только одно яркое пятно в центре. Это будет не так хорошо, потому что это дифракционная решетка, это единственная щель. Вы получаете эти странные колебания, которые по большей части игнорируются для оценки дефляции, но они есть. И для одной щели это все, что у тебя есть. Таким образом, мы не можем игнорировать это полностью, они будут там. Это потому, что они полностью не отменены. Наш аргумент не работает. Он работает только в том смысле, что два из них могут быть конструктивными. Это означает, что вы можете соединить их в конструктивном, но они не все будут в одной точке на своей фазе, что даст вам совершенно конструктивную точку. Вот почему мы этого не делаем. Очень трудно найти точную формулу. Какова формула для конструктивных точек? Получить эту формулу не так-то просто. Для этого вам нужно знать немного больше физики. И поэтому, как правило, во вводных занятиях по физике вас не просят найти точное местоположение наиболее конструктивных точек. Даже самые конструктивные моменты частично отменяются. Однако вы знаете, как найти точное местоположение разрушительных точек. И если вам нужно приблизительное расположение конструктивной точки, вы можете найти точное местоположение двух соседних разрушительных точек. Так вот, конструктивное там примерно посередине. Итак, мы говорим, что эта формула хороша для деструктивных точек, но является ли это проблемой? Мы натолкнулись на конструктивные точки через ту же проблему, как и деструктивные. Это не имеет никакого значения, если они находятся на разных точках в их фазе для деструктивных, потому что каждая пара изменяется. Иными словами, когда мы проходили через этот аргумент для деструктивных точек, то они отменяются. Я имею в виду, если бы один был в пике, а затем другой внизу или по длине, они бы складывались до нуля и исчезли. Любой эффект света, который попал в эту точку на экране, полностью сводится на нет. Итак, что насчет следующих двух синих? Если эти два фиолетовых отменить, то помните, что аргумент гласил, что эти два синих придется отменить тоже. Так что независимо от того, где они находятся, они находятся в разных точках в этом цикле, скажем, здесь и там. Итак, скажем, один здесь, а другой в этой соответствующей точке с разностью в 180 градусов. Ну, они все равно отменяются, это и дает нам ноль. И поэтому даже не важно, что они находятся в разных точках своей фазы, это просто не имеет значения. Независимо от того места, где они находятся, в фазе 180 градусов в каждое действие отменяется. Вы складываете кучу нулей, вы получаете ноль. Так прекрасно работают разрушительные. Но вы сталкиваетесь с той же проблемой, с конструктивными. Это проблема для конструктивных точек, потому что они могут составлять большое количество. Затем синие добавляются к другому количеству, оранжевые тоже к другому, а затем красные складывают отрицательное число, и вы продолжаете получать эти разные цифры. Вы пытаетесь их добавить, и что вы получаете? Вот почему эту формулу не так-то просто найти. Добавление нулей — это легко, просто дает вам нуль. Итак, я надеюсь, что показал вам, что этот сумасшедший спорный вопрос не может ничего объяснить. И надеюсь, это дает вам немного больше желания поверить больше в эту формулу, которую мы получили для разрушительных точек. Теперь мы можем легко определить деструктивные точки. Еще одна вещь, которую мы можем определить — это ширина этого центрального яркого пятна. Оно будет широким. А так как это доходит до m, и оно равно одному, теперь, когда первая разрушительная волна здесь, то это получается широко. На самом деле это вдвое больше, чем все эти расстояния между деструктивными точками. Насколько же это широко? Вы можете найти угол к этой первой разрушительной точке здесь. m равно единице. Вы можете найти его, чтобы m равнялось отрицательному. Используя тригонометрию, можно получить ширину. Это будет точным значением — ширины центра яркого пятна. Но расположение всех этих конструктивных пунктов здесь определить немного сложнее. Вы можете снова попытаться найти их ширину, потому что вы можете найти места, где они заканчиваются. Но найти, где они на самом деле находятся, невозможно, так как нет точной формулы. У нас есть точная формула только для щелевых деструктивных точек. И это обычно то, что вам нужно будет найти для решения этой проблемы.